Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я расскажу вам о праве необходимой обороны. Это право, которое неожиданно возникает у человека в случае нападения на него, условно говоря, преступника. Это право надо знать всем. В ситуации необходимой обороны может оказаться каждый из нас, независимо от профессии, возраста, пола, социального положения. Необходимая оборона – это как мигающий маячок, светлячок. Он постоянно мерцает. Вспыхнул ярким светом – вы активно защищаетесь, даже атакуете. У вас право необходимой обороны есть. Погас светлячок, соответственно, погасло и право необходимой обороны. И тогда у вас будет превышение необходимой обороны. И вы сами становитесь преступником. И вас самих в такой ситуации могут судить. Даже в процессе минутного конфликта этот маячок то загорается, то гаснет. Сегодня мы поговорим о статье 37 Уголовного кодекса, это необходимая оборона, когда возникает угроза для вашей жизни. То есть вас могут убить. Возникла угроза для вашей жизни. И вопрос стоит так – жизнь или смерть? У вас право защищаться от нападения любым способом. Даже причинить смерть посягающему преступнику. Вы, соответственно, рассматриваетесь как обороняющийся. Приведу пример. Выпивший сосед по гаражу спровоцировал конфликт с вами. Хватает монтировку и с криком «Ты, покойник!» начинает бить вас. Пытается ударить. А вы, соответственно, уклоняетесь, отходите. Он нападает, бьет по голове, рассекает вам кожу, продолжает наносить удары. Например, вы уворачиваетесь и лихорадочно хватаете железный пруд, тыкаете в сторону его лица, попадаете в глаз, причиняете ему увечья. Несмотря на это, вы действовали в состоянии необходимой обороны, так как была угроза для вашей жизни. Приведу другой пример – изнасилование. Женщина защищается. Есть ли пределы у этой защиты? Что она может сделать, а что нет насильнику? Ведь формально угрозы для жизни нет. Только угроза здоровью. Но с другой стороны, вдруг он начнет душить ее или навалится своим 100-килограммовым весом на миниатюрную девушку и раздавит ей внутренние органы. Он может, наконец, после изнасилования ее лишить жизни. Они барахтаются на земле. Она сопротивляется, кричит. Под руку подворачивается камень. Она со всей силы наотмашь, как может, бьет его по голове насильника. Ну и насмерть. В такой ситуации она действует в состоянии необходимой обороны. Была угроза и здоровью ее, и жизни, по сути дела. Теперь я несколько видоизменю пример. Изнасилование окончено. Насильник разжимает свои омерзительные объятия. Девушка поднимается и убегает. Отбегает на какое-то расстояние, поднимает тяжелую ветку или палку, возвращается на место преступления, на место изнасилования. В это время насильник сидит спокойно, расслабившись, закурил, думает о своем, любуется закатом, быть может. Она подбегает и со всего маху бьет его по голове один раз, два, три и убивает его. В ее действиях права необходимой обороны нет. Потому что на нее никто не нападал и она не защищалась. Она, по сути, напала на него и будет подлежать уголовной ответственности. Комментаторы и юристы этой статьи говорят так. Нападение должно быть реальным, наличным, действительным, непосредственным. То есть должна быть объективная опасность. Она должна начаться и не закончиться. То есть посягательство на жизнь человека продолжается. Приведу такой пример. Хозяин возвращается из продуктового магазина, заходит к себе в дом. В руках тяжелая сумка с консервами, стеклянными бутылками, а в квартире воришки двое. Один из них хватает кухонный нож со стола и нападает на хозяина. Пытается нанести ему ножевое ранение. Хозяин, не растерявшись, но вот мажь бьет нападающего по голове. Раз, два, тот замертво падает. Все сделал правильно, действовал в состоянии необходимой обороны. Как быть с другим? Тот растерялся, опешил и со словами дяди, не надо, бежит к окну. Первый этаж пытается открыть окно, выскочить и скрыться. Хозяин, как это не надо? А что ты тут делаешь? Подбегает к нему и начинает наносить методично удары этой тяжелой сумкой по голове. Здесь права необходимой обороны у хозяина не было. Его жизни ничто не угрожает. У воришки в любом случае будет состав преступления. То есть незаконное проникновение в жилище, покушение на кражу. Но оно не предоставляет права хозяину человека травмировать и убивать, когда он уже по сути беззащитен. Нужно помнить, что посягательство на вас должно быть не в будущем, а именно сейчас. Это важный момент. Приведу пример. Ссора на дороге. Водитель кричит. Я сейчас уеду, но готовься, я тебя найду. Ты труп. Вы испугались, возмутились, догоняете его, пересекаете машины, выходите, хватаете домкрат, начинаете его бить по голове. Право необходимой обороны для вас дремлет. Потому что сейчас этот человек, непосредственно сейчас, вам не угрожает. И на вас не нападает. У вас возникло право обратиться в полицию по статье 119 Уголовного кодекса. То есть это, если есть основания, опасаться угрозы за свою жизнь, здоровье. И возможно он криминальной личности готов вас убить, но сейчас посягательства на вас не было. Поэтому право необходимой обороны у вас не возникло. На практике учитываются все факторы, которые могут породить у вас право необходимой обороны. Даже когда нападающий без оружия. Ну, приведу пример. Спортивный фактор. То есть пьяный муж-спортсмен, придя домой, начинает очередное избиение жены. Там отталкивает ее, разъяренно пытается ударить, попадает там в дверь, дверь разлетается, он идет дальше, она отбегает от него, наносит второй удар там по шкафчику, шкафчик разлетается, он опять подходит к ней, начинает бить, она в это время хватает нож со стола и наносит удар как бы наотмашь в его сторону. Попадает в грудь, он умирает. Несмотря на то, что он был без оружия, она действовала в состоянии необходимой обороны. Так как здесь необходимо было учесть его спортивные навыки, силу и, соответственно, это заставляло ее опасаться за свою жизнь. Она действовала в состоянии необходимой обороны. Приведу другой пример. С возрастным фактором. Подросток повздорил на остановке там взрослым грузным мужчиной. Тот начинает бить подростка. Падает тот. Мужчина входит в выступление, там молотит его ногами, руками. Парень хватает подвернувшуюся под руку металлическую пику и тыкает в живот. Причиняет тяжкий вред здоровью. Несмотря на это, парень действовал в состоянии необходимой обороны, так как возникла угроза для его жизни. Его могли бы запинать насмерть. Или приведу такой фактор, как количество нападающих. Вы идете по улице, к вам подходят двое, один с ножом, демонстрируют его и требуют, чтобы вы отдали кошелек. Второй, безоружный, подходит к вам, протягивает руку и говорит, давай. То есть он ближе к вам. И вы его бьете пирочным ножом, который был у вас там в кармане. И убиваете. Тем не менее, вы действовали в состоянии необходимой обороны, так как их действия, действия разбойников, были согласованы. И несмотря на то, что вы в конечном итоге оказались с оружием, а тот, кто протягивал руку, был без оружия, каждый из них для вас был опасен. Необходимо помнить, что должно быть непосредственное причинение вреда или угроза причинения вреда сейчас в вашей жизни. Если нет нападения, то нет и права необходимой обороны. Нет опасного посягательства. Ну, приведу пример. Бытовой конфликт. Сосед-алкоголик, там кричит с окна, ты меня достал, ты покойник. Вы возмутились, хватаете там палку, забегаете в подъезд, поднимаетесь на лифте, подходите к квартире, там он выходит, вы его наотмашь палкой начинаете бить и убиваете. В ваших действиях права необходимой обороны отсутствует. Он только кричал, но не нападал на вас. Приведу другой пример. На вас разъяренно нападает сосед, и у вас вроде бы возникло право необходимой обороны, но он споткнулся и упал к вашим ногам, ногу подвернул. Лежит беспомощный, охает, крючится. Вы подошли с видом победителя, берете там рядом находящуюся металлическую бочку и начинаете его ей бить. Раз, два, три, вы не действуете в состоянии необходимой обороны. Еще пример. На вас совершено нападение. Ну вдруг полицейская сирена, преступники испуганно переговариваются, нас спалили, бежим отсюда и побежали. Вы не растерялись, пришли в себя, ободрились, побежали вслед, догоняете и начинаете одного из них бить. Бьете, он падает, вы еще и пинаете его. Вы не действуете в состоянии необходимой обороны, потому что на вас в данный момент уже не нападают. И вот этот маячок необходимой обороны, о котором я говорил в начале передачи, погас. Порой возникает в практике вопрос, будет ли состояние необходимой обороны, когда вы отобрали оружие у преступника, который вам им угрожал? Ответ тут неоднозначный. Я приведу два противоположных примера. Первый пример. На вас напали, но вы отобрали там палку или нож. Преступник от неожиданности опешил, отстраняется, отходит, и тогда вы уже превращаетесь в нападающего и начинаете там размахивать палкой или ножом, начинаете его кромсать. Соответственно, в такой ситуации вы не находитесь в состоянии необходимой обороны. Вы уже нападающий, а он обороняющийся. Приведу другой пример. Вы отобрали у него этот нож или палку, но он агрессивный и продолжает вас атаковать. Вы находитесь в состоянии необходимой обороны, потому что угроза для вас не закончилась со стороны нападающего. Еще такой интересный момент. А как быть в тех случаях, когда у преступников не было оружия, а был муляж? Ну, нет, у них оружия, не хотят они с оружием связываться, понимают, что это отягчающие обстоятельства. Подходят, требуют там деньги и пока демонстрируют вам якобы оружие. Не переживайте, вы можете расценивать этих грабителей как разбойников. Если в вашем понимании это было оружие, соответственно, у вас возникает право необходимой обороны. Перед вами человек с оружием. И законодатели, практика, не требуют, чтобы вы разбирались, оружие это настоящее или нет. Мне иногда задают вопрос, может быть, не конфликтовать, а убежать. Вы можете не убегать. Право необходимой обороны это самозащита, а не побег, трусливо поджав хвост. Есть люди с гордостью, с честью, они не хотят убегать. Есть ситуации, когда мужчина и не должен этого делать. предположим, он идет с девушкой или видит, что кто-то просит о помощи. И нужно оказать помощь эту, а не сделать вид, пройдя мимо, что он не слышал и не видел. Приведу пример. Парень с девушкой гуляет, напали на них разбойники. Парень оказался чемпионом региона по боксу. Он с одного удара раскрошил первому нападающему челюсть. Тот упал, еще ударился затылком и тяжело травмировался. Тем не менее, парень защищал себя, девушку, действовал в состоянии необходимой обороны. Статья 45 Конституции гласит, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законом, вплоть до лишения посягающего на эти права жизни. То есть, вы можете причинить смерть нападающему на вас. Думаю, я достаточно подробно рассказал вам про ваше право необходимой обороны при угрозе, которая возникла для вашей жизни. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин